Сегодня стартовал этап Кубка России по парабонбентону. Мероприятие проходит впервые на территории Сибири и Дальнего Востока. Сильнейшие спортсмены со всей страны поборются за 22 медали, которые будут разыграны в шести спортивных классах. В финале самый главный приз – Кубок России. Победители выявят в смешанном, а также в мужских и женских одиночных и парных разрядах. Вчера была проведена классификация новых игроков, которые приехали, впервые участие принимают в таких соревнованиях. Поэтому турнир обещает быть жарким. Многие спортсменов уже мастера спорта, а значит за призовые места действительно придется побороться. За Байкале представят три парабонбентониста, один из которых – бронзовый призер Кубка России Андрей Щукин. Вы не поберите. Я, может, не занимался бы, но Бутонин Самсонович меня предложил попробовать. Почему бы нет? Здесь я, грубо говоря, занимаюсь один, и у меня колясочных соперников нет. То есть, получается, мне не с кем играть. А там спортсменов больше, потому что у нас инвалиды как-то пассивно относятся к спорту. Зато побороться с достойными соперниками Андрей сможет сегодня. Одна из самых сильных команд прилетела из Петербурга. 16 опытных спортсменов под руководством Павла Добрынина, в том числе и Каролина Иванова. Она встала на корт с аномалией кистей руки. Уже семь лет выступает на соревнованиях, в том числе международных. Каролина посетила много городов, но чета ей понравилось по-особенному. Мне очень нравится красивый вид из нашей гостиницы. А гостиница находится здесь совсем в нескольких минутах ходьбы от этого комплекса. Очень красивый вид на горы. Мне сразу же кажется, что я нахожусь где-то в Турции. Из Петербурга мы уезжали в очень такую снежную, ветреную погоду. И там вот еще лежит снег. Его немного, но он есть. Здесь у вас просто на мое удивление, на мое приятное удивление отличная погода. Чемпионат продлится четыре дня. Финальные матчи и церемония награждения состоится 10 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «ЗапГУ». Анастасия Сажина, Константин Васильев, РТК Забайкалье.